коллеги начинаем итак мы с вами продолжаем и сейчас мы поговорим о у нас начинается на следующий блок мы поговорим о новых возможностях и как я уже говорила в начале мы больше всего взаимодействуем и сотрудничаем между собой универсальные ресурсные центры те кто работает в регионах сразу для всех некоммерческих организаций и сразу для всех некоммерческих организаций оказывает сразу все виды услуг но и если вдруг кто-то из вас еще не знаком у нас есть карта инфраструктурных организаций это ngomap.ru и если вы на эту карту я буквально на секунду ее открою если вы на эту карту посмотрите то там есть такой пункт виды ресурсных центров и вот сейчас там есть если нажать на виды ресурсных центров то есть отраслевые которые работают по всем направлениям для определенных НКО есть универсальные которые работают по всем направлениям для всех НКО а есть специализированные ресурсные центры по такой условной классификации которые работают по определенному направлению для всех некоммерческих организаций и я сегодня хочу с удовольствием представить вам очень известную организацию которая как раз по определенному направлению помогает всем некоммерческим организациям и мне кажется что нам ресурсным центром очень важно хорошо знать о том что делает эта организация и какими возможностями мы можем воспользоваться и сами как некоммерческая организация и сами как ресурсный центр и нашим НКО рассказать о том какие возможности там есть я с огромным удовольствием сейчас представляю вам председателя ассоциации юристы за гражданское общество дарью милославскую и она как раз и познакомит нас с известной всем организацией и расскажет про не всем известные возможности этой организации дарья пожалуйста спасибо большое марина евгеньевна очень приятно вас видеть и очень приятно что впервые приходится рассказывать не про юридические вопросы ну наверное о том о чем мы никогда еще не рассказывали какие есть возможности у нашей ассоциации у наших коллег потому что мы никогда не занимались рекламой вот в взгляд более интересно чем мы занимаемся я вот застала выступление предыдущего эксперта но наверное чем больше различных услуг тем лучше хочу сказать что у нас самое на мой взгляд ценное это большое количество региональных юристов которые оказывают и консультации и помогают тех случаях когда нужно спасти организацию в какой-то очень серьезный момент и кроме того вы видите на экране все возможности которые сейчас есть у ассоциации юристы за гражданское общество наверное интересно и для тех людей которые не очень любят общаться с людьми которые больше любят общаться с компьютером посмотреть на сайте наш правовой консультант для того чтобы не сразу получить ответы на вопросы практически в режиме бота мы попытались этот консультант сделать со слова хочу потому что юристы очень часто сталкиваются с такими вопросами которые начинаются с именно с этого слова хочу сделать то 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 и дальше уже следует вопрос можно ли ну вот если что-то кому-то хочется то можно посмотреть в нашем правовом консультанте но и дальше если результат будет позитивный то мы с удовольствием поможем реализовать это желание второй такой интересный момент который мало кто знает у нас есть карта законодательства законодательство который регулирует взаимодействие гражданского общества и органов власти по каждому субъекту карту эту мы с 2006 года собираем и пытаемся поддерживать вот видите последние изменения было позавчера на 1 июня концу июня у нас будет опять полный список действующих нормативных актов которые связаны с деятельностью некоммерческих организаций с деятельностью органов власти с программами поддержки можно наводить на свой субъект можно смотреть по классификатору и посмотреть что в другом субъекте есть чего нет у вас что интересного можно перенять ну или если у кого-то есть сложности законодательством своего субъекта негде посмотреть всегда можно посмотреть у нас карту мы стараемся обновлять к сожалению только два раза в год но это очень большой объем вы видите что там больше 8000 нормативных актов мы с удовольствием ведем центр правовых знаний по благотворительности почему мы выделяем благотворительность в отдельную категорию потому что благотворительных организаций и у законодательства благотворительности есть довольно много подводных камней о которых мало кто знает и когда начинаешь все более и более глубоко изучать этот вопрос понимаешь что спорных вопросов гораздо больше, чем вопросов решенных. Именно поэтому в Центре мы и пытаемся делать материалы необходимые и по новым нормам, которые сравнительно недавно были введены в закон о благотворительной деятельности, в частности, по ящикам. Мы делаем видеотрансляции по тем вопросам, которые у юристов вызывают сомнения. Мы там ставим такие проблемные, на наш взгляд, истории. И даже сделали несколько мультфильмов для тех людей, которые задумываются над тем, не создать ли благотворительную организацию, чем она отличается от организации, не имеющей такого статуса. У нас довольно давно уже существует Центр знаний по целевым капиталам, и мы были одни из первых, я даже скажу, наверное, первыми, кто консультировал по правовым вопросам создания и деятельности целевых капиталов. С прошлой недели мы ведем бухгалтерские консультации по целевым капиталам. И самое интересное, на мой взгляд, это то, что мы в прошлом году написали комментарии, постатейный комментарий к закону о порядке формирования и использования целевых капиталов, целевых капиталов некоммерческих организаций. У нас есть здесь и записи экспертных интервью, есть некоторые видеоматериалы, и, конечно, мы консультируем абсолютно всех, и кто хочет создать целевое капитал, кто уже создал, и у кого есть по этому поводу некоторые сомнения. Самый интересный проект, который был у нас и заканчивается в конце июня, не знаем, будет ли продолжение, хотя, конечно, мы на это продолжение надеемся, это правовая академия некоммерческих организаций, мы приглашали руководителей или с согласия руководителей, заместителей руководителей некоммерческих организаций, и в течение двух месяцев мы три раза в неделю встречались и попытались дать руководителям такой достаточно полный пакет информации о том, что необходимо знать с точки зрения юридического сопровождения, некоммерческой организации человеку, который взял на себя смелость или радость или честь руководить некоммерческой организацией. У нас прошло пять сезонов, мы получали, на самом деле, только позитивные отзывы, хотя некоторые руководители после того, как прошли академию, они понимали и говорили нам об этом, что если бы они знали об этом раньше, они бы руководителями никогда не стали. Я считаю, что это тоже позитивный отзыв. Если интересно, вот наши контакты, мои молодые коллеги по каждому направлению сделали QR-коды, по каждому контакту тоже сделали QR-коды, чтобы было удобнее. И, конечно, если Марина Евгеньевна скажет, мы оставим вам эту презентацию. Но хочу рассказать еще об одном отдельном проекте, который у нас есть, называется проект «Правовая команда». И он тоже интересен тем, что мы в этом проекте в большей части занимаемся именно консультированием организации, потому что ассоциация, она в основном направлена на то, чтобы профессионально развивать и членов ассоциаций, и тех, кто хочет профессионально повышать свою квалификацию, а правовая команда это все-таки больше сервис для всех некоммерческих организаций. Что касается консультаций, здесь у нас достаточно большой спектр возможностей. Это консультации и очные, здесь этого нет, поскольку очные консультации в основном проводятся в регионах, консультации в Zoom, консультации по телефону, по электронной почте. Единственное, у нас есть ограничения, не больше шести раз в год мы консультируем, потому что есть организации, которые просто вот каждую секунду звонят и решают свои вопросы, которые, в общем, уже много раз им были объяснены, и таким образом коллеги мои и я отвлекаемся и время нашего уходит не на то, на что, наверное, надо было бы его пустить, поэтому шесть раз в год бесплатные индивидуальные консультации для любых некоммерческих организаций возможны. И бесплатные групповые консультации в Zoom, но это может быть интересным, именно ресурсным центром, такую часть работы мы выделили в позапрошлом году, когда мы поняли, что бывают определенные вопросы, связанные с региональным законодательством или у тех организаций, которые занимаются специальными видами деятельности, специальными направлениями, у них тоже могут быть узкие вопросы, и ресурсные центры или крупные организации собирают заинтересованных лиц, групповые консультации мы проводим тоже практически без ограничений, если в этом есть такая потребность. Есть у нас и так называемый юридический сериал, это записи ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, как вы видите, это одна-две минуты ответа на вопрос, два таких сериала мы уже выпустили, сейчас на подходе у нас третий сериал, в каждом сериале не менее десяти вопросов, поэтому если кому лень читать, тот может посмотреть, как мы рассказываем простыми, насколько это возможно, словами ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Есть у нас еще чек-листы, они были важны тогда, когда еще не было информации о том, что проверки, по крайней мере, на этот год приостановлены, но нам кажется, что и сейчас было бы, наверное, интересно коллегам узнать, организация готова к проведению проверки тем или иным контролирующим органам, абсолютно никто не узнает, кроме вас, результаты прохождения этого чек-листа, но ответив на определенное количество вопросов, вы поймете, что есть над чем поработать, или наоборот, что можно совершенно спокойно ждать проверяющих или из налоговой, или из прокуратуры, или из трудовой инспекции. На самом деле, не хочется мне вам этого говорить, но, скорее всего, пройдя этот чек-лист, вы поймете, что необходимо большое количество документов еще подготовить. Есть у нас и материалы, которые мы готовим и простым языком, и не очень простым языком, каким образом проверить внутренние документы, как собирать пожертвования, как ликвидировать фонд. Как только мы понимаем, что есть важный вопрос, который интересует большое количество организаций, мы пытаемся делать такие алгоритмы, памятки, и, конечно, они доступны на нашем сайте. Есть два курса, готовим мы сейчас третий курс на платформе Степик для руководителей некоммерческих организаций, которым интересно более глубоко узнать те или иные вопросы. Вот первый курс мы посвятили деятельности, приносящей доход. Каждый курс у нас называется «10 шагов к чему-то». Второй курс был связан с отчетностью, потому что отчетность у некоммерческих организаций, ну, прямо скажем, ничуть не хуже и не меньше, чем у организаций коммерческих. И те руководители, которые проходят эти курсы, они еще более подкованы в тех вопросах, на которые мы серьезно обращаем внимание. В этих десяти каждый курс это 10 лекций. Сейчас мы готовим еще один курс, надеюсь, что в конце лета он будет выпущен и связан будет с документооборотом. Каким образом грамотно составлять документы и какие документы должны быть у некоммерческой организации и почему. Есть у нас и, как у любой нормальной организации Телеграм-канал. Телеграм-канал наш называется «Буква закона». Почему «Буква закона»? Потому что изначально нам было очень интересно весь алфавит пройти и к каждой букве найти какое-то слово, которое связано с правом некоммерческих организаций. И самое интересное, что такие буквы нашлись, и если вы в этот канал посмотрите, то вы увидите, что практически весь алфавит так или иначе связан с некоммерческими организациями и законодательством. Есть у нас Телеграм-бот, он немножко особенный. Телеграм-бот для тех, кто не хотел бы задавать вопросы на такие чувствительные темы. В основном эти темы связаны со статусом иностранного агента, со статусом нежелательной организации. И мы выяснили из практики работы, что задавать на консультации прямо от глаза в глаза эти вопросы люди не очень любят. Поэтому у нас есть права вот такой бот, он абсолютно анонимный, можно посмотреть, что делать, если нежелательная организация была одним из ваших партнеров, что делать, если организация попала в реестр иностранных агентов или физлицо попала в реестр. Это не очень веселая история, но мне кажется, что тем, кому это интересно, было бы забавно посмотреть и забавно и поучительно посмотреть на ответы на эти не самые приятные вопросы. И, конечно же, у нас есть платные услуги, потому что очень многие организации, проконсультировавшись и поняв, что не хватает документов и не хватает мощностей, не хватает сил, да и вообще ничего не хватает, отдают нам то, что им не хочется делать самим. Не могу сказать, что мы берем абсолютно все, потому что нам тоже не всегда хочется вести организацию, которой абсолютно наплевать на законодательство и на бухгалтерию, вот это мы не очень любим, а кто хочет сделать свою организацию лучше и разобраться, как тут у меня написано, с прошлым, чтобы выстроить необходимые документы оборот, чтобы понять, что неправильно, что правильно, вот мы с удовольствием такие услуги оказываем и думаю, что если это интересно, пожалуйста, у меня есть отдельные коллеги, которые этим занимаются. И есть еще несколько направлений, о которых тоже хочу коротко сказать. Мы проводим стажировки юристов, если юрист не очень хорошо разбирается еще в некоммерческом законодательстве, но хочет работать, то мы проводим двухнедельную стажировку для юриста. Сейчас мы проводим в Зуме, раньше проводили очно. Пожалуйста, будем рады юриста обучить всем тонкостям некоммерческого законодательства. У нас есть ежемесячные информационные встречи, на которых мы обсуждаем изменения законодательства или те вопросы, с которыми чаще всего к нам обращаются. Мы начали практику для студентов, в основном для студентов-юристов, но иногда к нам приходят студенты и государственного муниципального управления, экономисты. Надеемся мы на то, что получится у нас то, о чем мы давно думали, провести обучение не для юристов, а для тех людей, которые интересуются некоммерческим законодательством и на таком самом простом уровне смогли бы консультировать некоммерческие организации, которые вокруг существуют, работают и иногда не могут ни к юристу обратиться, просто не понимают, что есть сложности. И вот это пока наше будущее. Мы проводим вебинары и по запросу, и по тем темам, которые нам кажутся наиболее интересными. И в принципе мы на любую просьбу, и на любой интересный вопрос готовы отвечать, если в этом есть потребность, потому что мы всем организациям некоммерческим готовы помогать соблюдать законодательство максимально просто, если это возможно, и максимально нервозатратно, опять же, если это возможно, и всегда рады общению с теми, кто с нами вместе уже очень давно работает в некоммерческом секторе, и еще больше рады новичкам, потому что люди, которые к нам приходят, это всегда люди хорошие, хороших людей должно быть больше. Вот наши контакты, и еще раз благодарю Марину Евгеньевну за возможность рассказать то, чего мы никогда вот так не рассказывали. Спасибо огромное, но я хочу сказать, что вам огромное спасибо, потому что мне кажется, что большинство сейчас прям судорога записывали, но можно не волноваться, если что-то не успели записать, потому что запись будет размещена на сайте Сила Вместе, и, соответственно, с презентацией можно будет тоже там ознакомиться, для того, чтобы вот прям весь спектр понять, потому что мне кажется, что мы очень часто не знаем, что к вам можно за этим обратиться, мучаемся сами, вот, изобретаем велосипеды, иногда они у нас с квадратными колесами получаются, вот, поскрипываем, но все-таки едем, но с вами будет легче ехать, и это подтверждается тем, что вот сейчас в чате очень много комментариев, которых на самом деле не вопросы, а констатация Дарья Игоревна, спасибо огромное, ваша организация нам очень помогает, помогает нашим НКО, мы пользовались вот такими-то услугами, спасибо за региональных юристов, которых тоже ваша организация по-прежнему эту сеть поддерживает, вот, поэтому я хочу сказать большое спасибо и за то, что вы делаете, и за ваш сегодняшний рассказ, потому что это такое очень важное для нас знакомство, и я думаю, что ресурсные центры и сами будут пользоваться, и вот я на самом деле поняла, что нам надо прям специализированные консультации для РЦ делать групповые, нам есть, что у вас спросить, Дарья Игоревна, поэтому ждите нас, мы придем, спасибо огромное, хорошего вам дня, спасибо, что вы пришли.